Относительно новую историю развода граждан на деньги, в обмен на товары, вроде бы и реальные, но людям нужные, как зайцу стоп-сигнал, к тому же с дикой переплатой, поведали наши нижне-тагильские коллеги, хотя работают эти полуаферисты по всей России. К 81-летнему пенсионеру пришли двое, помахавших у носа курочками, от которых у деда сложилось впечатление, что они то ли газовики, то ли пожарные, то ли вообще директора Советского Союза. Строго взглянув на газовую плиту и вентиляционную решетку над ней, они заявили, что пока он тут в семейных трусах ходит, тараканов давит в валенках, в стране произошли революционные изменения. По новому правилу или по новому, ну в общем, надо средства пожаротушения приобретать. Я говорю, да гореть вроде не должно. Ну, не знаю, сейчас, ну, вплоть до того, что решение исполкома или там, ну, властей, всем надо ставить раз положено, значит, положено. Дал 7 тысяч. На самом-то деле 7 990 рублей, то есть, считай, всего 7 тысяч. В обмен на комплект универсальных первичных средств пожаротушения. Из порошкового огнетушителя, удлинителя к нему, пары накидок тканевых и сигнализатора загазованности. А сейчас почему в коробочке? Это я, Виталька, когда в воскресенье пришел, что-то мы разговаривали, смотри, дед, что у тебя там это. Я говорю, Виталька, мне стыдно говорить. Вот и рассказал я ему про эту, про эту штуку. Между прочим, эта штука самая дорогая здесь. Новая и исправная, стоит она чуть больше тысячи. Все остальное с копом меньше тысячи. То есть, при себестоимости 2 отдают за 8. Зачем торговать наркотиками, когда есть такое дело? Так, мало того, с деда хотели наварить еще и в 4 раза больше. Большая же квартира. Сколько у вас метров квартира? Я говорю, 72 общая. Ой, это их 4 штуки надо. Так точно? Целых 4 штуки. Что-то я смекнул, что-то тут еще не это уже. Ну, 4 штуки, это куда это? Я говорю, нет, у меня нет больше денег. Все, больше денег нет у меня. Я говорю, нету больше. Как? Как нету? Давай, давай, раскошеливайся. Я говорю, нет больше. А я один дома. Летом никого нет, ни соседей, ни это. Думаю, тут-то никого не это. Ну, слава богу, уголовный кодекс и нынешние сыны турецко-подданных чтут и мокрухой брезгуют. Просто ушли с тем, что уже поимели. А дед, поборов стыд, все же решился рассказать эту свою историю публично, чтобы предостеречь остальных. Ну, вот, кстати, успешный опыт противодействия подобным упырекам у него ведь был уже, когда на фоне рассказов о страшных синих-зеленых водорослях в Черноисточинском пруду ему втюхивали суперфильтры холодной воды. Недорого. С учетом всех его заслуг, льгот и скидок ему персонально всего за 20 тысяч рублей. Тогда он использовал в самообороне неубиваемый довод системы «Мои года, мое богатство». Я говорю, нет, я в 80 лет пью эту воду, вроде бы ничего не случилось. Мне осталось пить эту воду недолго.